Утро воскресного дня для детей из прифронтовых районов Донецкой Народной Республики началось с увлекательного путешествия в Донецк, которое для них организовало Министерство обороны ДНР. Мы постоянно делаем такие программы, стараемся, особенно для детвора, которые далеко находятся от Донецка, потому что нет такого красоты. И вот мы стараемся, во-первых, детей увезти от той жизни, которая существует, потому что, вы знаете, на юге, ну сейчас чуть потише стало, до этого было очень громко, и артиллерия работала в большом количестве, поэтому дети должны от этого как-то уходить в сторону. И приезд сюда, это для них как разгрузка. Перед этим здесь детвора было с поселка Ясная-Каздокучаевска, это дети просто обычные. На следующей неделе мы планируем вывезти точно так же детей из Зайцева. Мы периодически их сюда вывозим, но в театр мы их ещё не вывозили. Вот ещё вывезем детей из Зайцева. И будем попытаться по возможности именно, чтобы дети чувствовали, что у них есть детство. В столице республики для детей из посёлка Ясная была проведена экскурсия по закулисью Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко. Там дети увидели костюмерную, гримерную, класс балета, побывали на сцене и пообщались с артистами музыкальной сказки «Волшебник из Мрудного города». Мне понравилось больше всего это, скорее всего, костюмерное. Очень вообще взрыв большой. Я бы хотела вернуться, наверное, всё-таки на сцену. Мне бы очень понравилось в этом театре. Я бы хотела ещё раз тут побыть. Понравились декорации. Мы фоткали, брали декорации. Я хочу сюда ещё раз прийти. Конечно, это налагает, конечно, ответственность большую перед такими детьми, которые испытали всё на себе вместе с своими родителями. Конечно, мы будем стараться, чтобы всё было хорошо, чтобы зритель, то есть дети, получили удовольствие и удовлетворение, чтобы почаще к нам потом ездили и забывали о своих горестях, о том, что у них там происходит. После экскурсии ребята из посёлка Ясное вместе с детьми военнослужащих из Новоазовска насладились представлением. По окончанию сказки дети военнослужащих пообедали в ресторане «Лукоморье» и закончилось их путешествие просмотром мультфильмов в кинокультурном центре «Кинокульт». Алина Черняева, Елена Чистякова, Новороссия ТВ